приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам про патч 1.29 вышел общий тест на котором можно его протестировать что же в этом патче 1.29 нас ждет патч кстати выходит 11 сентября в котором нас ждет боевой пропуск под напряжением три главных танка этого боевого пропуска с 3d стилями это type 71 panzer конфаген 7 объект 430 у 3d стиле будут у нас с эффектами выглядят они в стилистике режима воффентрагера который тоже у нас когда-то осенью там будет но я думаю наверное в следующем патче уже не в 129 от через в общем разработчики расскажут когда он там будет также нас ждет новая карта которую нам уже показывали разработчики называется она камчатка на этой карте у нас будет два варианта погоды я так понимаю один вариант это солнечный ясный день а вторая это дождливый день первый раз я эффект капель на экране увидел в режиме в пвешном очень красивый прикольный эффект я надеюсь что в дождливом варианте тоже этот эффект будет они только на скриншотах разработчики с блогерами проводили стрим на карте камчатка судя по тому стриму можно понять что карта большая сложная ну в общем посмотрим в патче 129 самое главное чтобы она не игралась минуты 3 как прошлое новая карта сталинград которая якобы большая но играются чересчур быстро следующее что она ждет в патче 129 это натиск огненный медведь танки в аренду bz 75 центурион action x и 50 аус м основные изменения в режиме натиск новый режим боя и ключевые позиции будет атака оборона у обороны две базы также обновили список карт новые награды и прогрессионный 2d стиль новый танк 10 уровня в магазине позже еще будут подробности про режим натиск я так понимаю танк 10 уровня темная лошадка как я некоторым уже в комментариях там отвечал кто внимательный тут заметил что это будет итальянский не до прожета так принципе и выходит что у нас новый танчик вилк но он вообще ни разу не итальянский он получается у нас польский похож на c63 пробитие у него 258 альфа всего лишь 320 орудия вниз опускается на 8 2000 хп 036 точность сведения 2 и 2 а также 33 поскольку у него есть два режима обычный и turbo также у этого танка еще барабан кассетный наподобие как у французской лтшки 9 уровня премиумный нажимаешь один раз выстрел и она делает пил пил потом перезарядка и следующая кассета пил пил то есть я так понимаю у него в барабане две кассеты по два снаряда то есть он может два раза сделать по пил пил между кассетами перезарядка я так понимаю у него 5 секунд и потом он уходит на общее когда я всего барабана 24 секунды между пил пил полсекунды когда короче какой-то такой вот замудренный звездолет с кучей неудобных механик тоже пробитие специальным снарядом 315 такое вот обычное средненькое пробитие не выдающаяся небольшая альфа но зато есть вот этот вот пил пил также еще танчик в каком-то вот черном стиле если присмотреться спереди на гусеничной полке у него выполнены в виде когтей а сбоку на башне у него то ли лев то ли тигр то ли кто-то там еще у которого светятся глаза вот такой вот в принципе танчик прям какого-то супер желание его получать у меня лично нет да и бонов на аккаунте тоже особо нет если его будет получить несложно я получу вам покажу если вот дадут на пресс-аккаунте я вам тоже покажу если бон мне не хватит и на пресс-аккаунт его не добавят ну что ж посмотрим как будет честно говоря хочется взять концепт-1 в первую очередь даже больше чем этот танк следующее что нас ждет в патче 1.29 это ранний доступ новый запуск в этом новом запуске можно будет попробовать и получить новую ветку польских пт снова у нас будет недоступна десятка в раннем доступе можно будет получить ветку до 9 уровня потом я так понимаю на следующий патч можно будет докупать жетоны раннего доступа а еще на следующий патч получается через патч от 1.29 можно будет просто это прокачивать как обычную ветку по крайней мере так сделано с китайской веткой то есть в патче 1.29 китайскую ветку с фугасной пушкой с барабаном на два снаряда можно просто прокачивать как обычную задачи в раннем доступе легенькие были посмотрим насколько они изменятся в этом в следующем раннем доступе с польскими пт я вам расскажу об этом покажу танчики тоже покажу когда это уже выйдет на основу обо всем об этом поговорим подробнее низкоуровневые птшки выглядят конечно как квадратные гробики высокоуровневые уже больше похоже как на советские пт в общем посмотрим что оно такое также еще в 1.29 обновили полигон во первых его вернут поскольку сейчас его просто убрали в него никто не играл он мертвый но в 1.29 будет обновленный игровой режим полигон участвует техника с 1 по 10 уровень очень оптимистичное заявление несмотря на то что все ниже 6 уровня там практически сдохло разработчики думают что в полигон будет играть на всех уровнях добавлена система ежедневных задач добавлено прогрессе с ценными внутри игровыми наградами среди которых небольшое количество бон и другие изменения ну и также написано что скоро будут подробности видимо прям отдельную новость про это выпустят вот это вот у леста желание какое-то засунуть везде какую-то прогрессию которую долго нужно проходить и каждый день в не счета выполнять это конечно прекрасно что режимов много выбора много но в каждом режиме нужно жизнь прожить это немножко напрягает игроки которые давно не заходили в игру получат доступ к особым цепочка боевых задач в игровом режиме полигон это позволит не только вспомнить азы управления техникой но и принесет ценные награды но было бы неплохо чтобы новички вспомнили там что-то но очень плохо когда не знал еще и забыл также в патче 1 29 нас ждет еще линия фронта девятого уровня там подкрутили хп пушкам брони добавили по бокам в общем и целом линия фронта на девятках не знаю нравится она вам или нет я в это не игра тоже будут еще ребаланс и танков объект 28 вариант 5 в к 75 01 к центурион и 59 паттон стр в 81 и прямо виктория пройти изменения и делал отдельное видео можете посмотреть она недавно была также нас ждет еще осенний ангар это тот же самый весенний ангар тот же самый летний ангар теперь он осенний я так понимаю у него есть еще и зимний вариант также на общем тесте есть еще задание за которые можно будет получить один день прямо 150 бон и самое интересное 8 личных резервов на кредиты это прям очень жирно бежим все качать тесты выполнять задачу а задача следующая в режиме стального охотника попадать в топ-8 ведь в патче 129 снова будет перезапуск стального охотника как будто бы он когда-то выключался также еще очень интересно в конце там много писанины исправления и улучшения и известные проблемы и так в исправлениях можно найти такое гениальное исправление карта мураванка внесены изменения в модель здания на одной из баз для того чтобы у команд не было преимущества при захвате точки недавно одну из команд наказали потому что она в турнире закинула на дом танчик на доме там есть дырка в крыше куда можно провалиться и спокойно там внутри дома жить поживать добро наживать разработчики наказали эту команду и вот в патче 129 пофиксили этот дом вроде бы где-то еще в игре есть такая штука но это не точно но и в конце видео я оставил изюминку такую я бы даже сказал мед известные проблемы у ряда птс ау с гидроподвеской су-122 в удис 03 street фартон 120 и другие возможно проблема дергания прицела то есть разработчики не справляют это не просто написали шо ну там есть и ладно мало того что в принципе этот геймплей на птс как с осадным походным режимом очень не очень так они его еще и просто заруинили прыгающим прицелом при том что некоторые из этих танков премиумные некоторые из этих танков акционные и являются самыми дорогими за конструкторское бюро исправление никакого до сих пор нет а проблема эта появилась когда разработчики туда полезли все работало нормально они там какой-то угол наклона жопы поменяли из-за чего теперь трясет прицел когда я раз через рельеф вкуснятина с 30 08 по 11 09 нас ждет марафон красная фурия это дополнительная глава в боевом пропуске 50 этапов в конце нас ждет в базовой голове прям танчик м7 вай с улучшенными наградами можно будет еще получить на него 3d стиль кучу дополнительных наград также еще командира с уникальной озвучкой озвучка вроде как выглядит неплохо в общем можно будет на халяву получить прям танк вот такой вот патч 129 пишите свое мнение в комментариях с вами был варч карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока